Праздник профессионалов рыбной ловли мы отметили, как полагается, на речке вместе с виновниками торжества, а также рыбнодзором. За некоторыми любителями рыбы нужен глаз да глаз и иногда ремень. Нет, физически на браконьеров никто не воздействует, максимум административное наказание. За полгода было открыто 485 нарушений законодательства природоохранного, ну и в том числе нарушений правил рыболовства. Основная часть нарушений, что делают не так? Ну, в основном это запрещенные орудия лова, сетные орудия лова в основном. Это где-то процентов, наверное, 80-85 всех нарушений, вот именно как касается сетных орудий лова. К сожалению, число нарушителей не уменьшается, но и не увеличивается, что в общем неплохо. Ежемесячно инспекторами рыбнодзора уничтожаются десятки, а может и сотни незаконных снастей, изъятых при досмотре вещей нарушителей. Мы имеем право, полное право в водоохранной зоне вплоть до личного досмотра. Машина, вещи и до личного досмотра. Ну, в пределах разумного, конечно, все. Это все прописано законами о животном мире и законом о рыболовстве. Вот и в День рыболова инспекторам не до праздника приходится работать на полную катушку. Нужно обойти берега около калужи и посмотреть на снасть и улов. Виктор Петрович удочку научился держать раньше, чем авторучку. Законов не нарушает, потому что на речку приходит прежде всего отдыхать. Поэтому от инспекторов получает только поздравления и сам отвечает тем же. Всех ребят поздравляю с Днем рыбака и желаем удачи. Дмитрий Салтыков рыбачит седьмой год. Этим хобби заразился от брата. Теперь все свободное время оба проводят на водоемах. Мы категорически против сетей и всяких запрещенных снастей. Мы только ловим на удочке. Бывали какие-то случаи такие смешные? Хитрая рыба или самая большая рыба какая? Да, был недавно случай. Поклевка была ночью, сломалась удочка пополам у нас. Так ничего и не вытащили. Ну, скорее всего, это был сом. Может быть, килограмм под десять. И в этот раз братьям попался сом, но слишком маленький. По нормативам допустимый размер этого вида рыб от 90 сантиметров. Этому малышу еще расти и расти. Поэтому отпустили с миром. Устоявшаяся традиция 2 воскресенья июля. Это день рыбака. Поэтому, уважаемые рыболовы, я поздравляю вас всех с этим замечательным днем. Ну и желаю, что можно пожелать. Ни хвоста, ни чешуи. Удачи вам всем. Всего доброго. И чтобы мы встречались на водоемах только с хорошими, так сказать, с улыбкой на лице.